Игры франшизы Но перед началом хотел бы кое-что прояснить из первой части. Во-первых, в прошлом видео я сказал, что поражён, как Evolution сделали автора эпика, но посмотрев старые летсплеи и порыскав юкипедию, я узнал, что в игре было довольно много интересных персонажей и в принципе довольно забавный юмор. Я не скажу, что моё мнение сильно улучшилось, я всё-таки всё ещё считаю геймплей слабоватым, но уже лучше. А во-вторых, ну, Катя Лавронта всё ещё ужасно управляла ровью, наплёвав на фанатов и дворяхерами 4 года, но всё же желать смерти человеку не особо хорошо, особенно в связи с недавними событиями, так что извиняюсь. А если говорить уже о теме этого видео, то хотелось бы сказать, что все игры из этого топа лучше, а расставлю я их так только из-за ностальгии и некоторых минусов. И да, готовьтесь, первая минута 25 ждёт АСМР вместо озвучки. Погнали! Энгри Бёрд Спейс Энгри Бёрд Спейс впервые начали анонсировать в 2012 году различными загадочными тизерами. И знали бы вы, какой ажиотаж это подняло. Ну... Я не знаю, у меня 4 года было. Но, что касаемо самой игры, то она вышла отличной. Во-первых, очень много разных фишек с гравитациями, из-за чего игра тогда очень выделялась, ибо в плане геймплея первые три игры были практически идентичны. Во-вторых, прекрасный саундтрек, который идеально отражает настроение игры. Он загадочный, бодрый и немного мрачноватый. В-третьих, это новая птица Айс. До сих пор многим интересны его предысториями. Недавно даже об этом спрашивали у Робио. Также в игре огромное количество уровней, и под огромную я подразумеваю реально много. Помимо того, что в основном сюжете больше 300 уровней, так еще и зеркальные миры, которые являются хард-версией сюжетки. А это я еще бонусные уровни не учитываю. Но все же эта игра находится ниже всех лучших по непонятным даже для меня причинам. Возможно, причина в мрачности игры, что немного не вяжется с прошлыми играми. Но, тем не менее, Space все равно можно назвать одной из лучших петушиных игр. Angry Birds Tale в 2014 году всех знатно так удивило. Робио неожиданно решили сделать спин-офф про одну из птиц, при этом добавив кучу новых персонажей, абсолютно нового злодея и даже новый остров. Капец, короче. И начнем с плюсов, которых в игре полно. Во-первых, это опять же абсолютно новые птицы со своими способностями. Крут они не только эти, но и характерами, и своей прописанностью. Они очень интересны, и даже есть какие-то более серьезные конфликты, нежели в Тунсе. Ну, в общем, по тому, сколько артов по ним рисуют, можно понять, что персонажи реально хорошие. Во-вторых, игра очень хардкорная, ибо на каждую уровень вам дается только 2-3 птицы. Улегчить игру получится только если проходить все на 3 звезды. В-третьих, после второй главы в игру добавили карту Золотого острова, который, к удивлению, является прототипом Angry Birds 2. Так же, как и во второй части птиц, уровни тут создавались сами, но в отличие от Angry Birds 2, где ничего не меняется на протяжении нескольких тысяч уровней, тут по прохождению появляются новые блоки и свиньи, из-за чего играть реально интересно. Увы, но Ровио закрыли игру еще в 2017 году, так и не закончив сюжет именно в игре. Но есть что удивительно сюжетный мультсериал, в котором этот сюжет как раз-таки эпично закончили. Вот такая вот грустная судьба у столь крутой игры. Но, увы, надеемся, что новое Ровио вселенную Стеллы рано или поздно возобновят. Субтитры сделал DimaTorzok Старая Варс 2 была, наверное, самая ожидаемая игрой Ровио. Была сделана довольно масштабная пирокомпания, и к тому же тогда была представлена совершенно новая технология Телеподс. Суть была в том, что ты ставишь специальную игрушку на платформу, и она попадает в игру. Позже эта технология использовалась в Гоу, Стейли и Трансформеру. А теперь обсудим саму игру. Её главный плюс — это многообразие персонажей. Их тут ООООЧЕНЬ много. Их тут более 60, а может даже и больше. Ещё тут впервые... Ну, не совсем, конечно, впервые можно было поиграть за свинка. Так как концовка у прэквелов не шибко хорошая, нам тут дают поиграть за тёмную сторону. Также я могу с уверенностью сказать, что тут самые лучшие фаны за все рогаточные игры. Они очень детальные и, ну, очень красивые. К сожалению, несмотря на все плюсы, для меня именно первый Страварс остаётся лучшим. Связано это с тем, что происходило с игрой в последние месяцы. В финал игры эпизод повстанцев такое чувство будто недоделанное. Пока на первый эпизод приквелов уделили аж три главы, на второй уделили только полторы главы. А на последний вообще в 16 уровней. Связано это было с ленью или кризисом идея, может вообще с проблемами лицензии, мы уже вряд ли узнаем. Связано это было с ленью или кризисом идеи, мы уже вряд лицензии, мы уже вряд лицензии, мы уже вряд лицензии, мы уже вряд лицензии. В свои ранние годы Ровью объединились не только с Диснеем, создав Angry Birds Star Wars, но ещё и со студии 20-й век Фокс, создав Angry Birds Rio. Да, сейчас-то, конечно, забавно звучит, ибо 20-й век Фокс теперь тоже принадлежит Диснею, но допустим это. Главным изменением в Рио были новые враги. Всего было два типа, птицы в клетках, которых игроку надо освобождать, и мартышки, которые, можно сказать, замена свинок. Кстати, когда я смотрел первый Рио, я помню, я посмотрел его уже после того, как поиграл в Angry Birds Rio, и я очень оточаровался, ибо мартышки там были, наверное, минут на пять экранного времени, а в игре по ним было несколько эпизодов. Также в 2014 году, в честь выхода Рио 2, новые эпизоды стали выходить в графике Тунс, и чёрт, какие же они красивые. Я бы, пожалуй, поставил графику Рио 2 на второе место после Star Wars 2. И если же к Рио 1 у меня, в принципе, претензий нет, новые враги, интересные классические геймплей и законченная история, то вот с Рио 2 по ощущениям что-то не так. Во-первых, почему-то Рови отказались от сюжета, из-за чего игра кажется какой-то незаконченной. А во-вторых, уровней стало 20 вместо 30, и стали они, в принципе, намного легче. Но, учитывая то, как Рио высоко в топе, игру это хуже не сделало. Кстати, забавно, что в обоих играх по лицензиям первая часть всегда имеет законченную историю, а во-вторых, всегда слабый сюжет, меньше уровней, но шикарная графика. Хм. Ну что же, вот мы и дошли до той самой игры, которая когда-то, можно сказать, зародила мобильной гейминге столь культовую франшизу, Angry Birds Classic. Из всех игр для меня классика наиболее любимая, в особенности из-за её разносторонности. Сторон... Сто... Хм. Самые первые уровни, это чисто классические постройки на простеньком, но красивом фоне. И пускай сейчас они могут выглядеть скучновато, для меня они обладают... Облада... Да что ли так-то, блядь? И пускай сейчас они могут выглядеть скучновато, для меня они обладают своеобразным шармом и ламповостью. Более поздные эпизоды, такие как Short Fools, имеют разные фишки и довольно масштабные уровни, из-за чего в них интересно играть. Эпизод про могучего рэта вообще имеет новый для птиц геймплей. И даже последние эпизоды для меня хороши. В особенности Jurassic Park, который, как по мне, один из лучших эпизодов в игре из-за своей атмосферы, фона и построек. Заслуженное какое-то место, я их всё равно не считаю. Ну и наконец мы подходим к самым шедевральным играм серии. И я думаю многие согласятся, но первый Star Wars является практически лучшей рогаточной игрой. Во-первых, дух оригинальной трилогии Укаса тут передан на ура. В игре всего 7 основных планет и на каждый эпизод уделяются адекватно по 2 планеты. А на 5 даже 3. Это уже куда адекватнее, чем когда в Star Wars 2 на первый эпизод уделялось 3 главы, на второй полторы, а на 3... Я повторяюсь или мне кажется? Также каждая планета разнообразна локацией. В той же виде смерти вам предстоит побывать и в космосе, и в различных местах самой станции. В отличие опять же от Star Wars 2, где на эпизод был всего один фон. Блин, кажется как будто я засираю Star Wars 2, но это не так, если что. Под конец правдов эпизода 6 эпизода почему-то уровней стало 30, но видимо это связано с разработкой второй части. Однако хуже эту игру не сделала, особенно после эпичного финала с путь с палботином и офигительного последнего комикса, от которого можно даже и... Слезу пустить. Ну и что ещё сказать? Новая способность, экономичная фильмом, офигенная пост-экологический саундтрек Звёздных войн, сделали первый Star Wars поистине легендарной игрой. Субтитры создавал DimaTorzok Angry Birds Go в своё время довольно сильно всех потрясла, ибо ну нифига себе, это первая игра по злым птицам, не имеющая рогаточный жанр. Но несмотря на это, Робио доказали, что с птицами можно делать что угодно, и гоночный жанр просто идеально им подошёл. Go также была первой игрой по птицам в 3D, и для тех лет игра выглядела очень даже хорошо, да и сейчас всё ещё выглядит адекватно, особенно на фоне многих... нынешних игр. Геймплейная игра очень крутая, всё в игре 4 сюжетных режима, классические гонки, гонки на время, фрукторезка и битвы с боссами. А благодаря интересным трассам, машинам и персонажам игра не надоедает. Конечно, игра была не без минусов, к примеру, у каждого персонажа была своя энергия, но даже это не портило игру, ибо собственно, в большей части это было, что вы постоянно играли только каким-то одним. Но знаете, даже это всяко лучше того, во что игру превратили в итоге. Вот мы и подобрались к лучшей рогаточной игре. Seasons для меня является самой идеальной рогаточной игрой, ибо совмещает в себе абсолютно всё. Пушество различных уровней, как классических, так и более новых, идеально передная атмосфера праздников различных стран, красивые локации, разнообразные объекты, а также шедевральные саундраги, которые я до сих пор часто переслушиваю. И мне грустно, что эту игру не особо в фандоме любят, ибо игра до последнего использовала классические дизайны свинок, а также, ну, не особо выделялась среди других рогаточных игр. Ребят, вы только посмотрите на эпизод Южной Америки, ну какой нафиг Space, блин, ну, туда же есть эпизод по очень странным делам, но это же кроссовер, понимаете, кроссоверовский от суков, ребят. Увы, но в последние свои года игра была очень сильно испорчена. Лучшие эпизоды стали заманяться, классический дизайн заменяли дизайнами фильма, да и дизайн выбора уровней стал хуже. Но для меня эта игра до последнего оставалась лучшей, и до сих пор дарит приятные эмоции. И иногда очень горели души, что рови потихоньку возвращаются к той самой атмосфере старых игр, но это мы, пожалуй, обсудим чуточку позже. ПЕСНЯ 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 Ну что ж, наконец первое место, и я думаю вы уже все поняли, что лучшей игрой по моему мнению является... ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это великолепная игра, выпущенная в 2015 году и ремастернута в 2022 году. Обладает шикарной графикой, крутыми новыми и каноничными тунс-персонажами, а также великолепным сюжетом. Ну в общем, заслуженное первое место. Ну ладно, теперь серьезно. Первые места. Angry Birds Epic и Bad Begis. Дело в том, что я так и не смог отдать одной игре первое место, да и Bad Begis чистотехнический спин-офф, так что будет у нас две игры. Да. ПЕСНЯ 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 В особенности хотел бы выделить сюжет, из которого можно было бы сделать полноценную полнометражку. Да и вообще Epic наверное больше всего пропитана духом тунса. Тут вам и Свин Хрякович, серия где Свин притворялся птицей. И сюжет того, что повару хочет вернуть короля. Пожарный усатый барон, ссылка на серию про пожарных и многое-многое другое. Короче, заслуженное первое место. Которое также получает и Bad Begis. КОНЕЦ Я думаю, многие, когда узнавали, что будет спин-офф про свинок, думали, что нас ждет ракадочная игра, где мы будем стрелять свиньям по птицам. Но в итоге игра каталась той, какой является. И не зря скажу я вам. Геймплей в игре очень интересный. И сильно затягивает. И то вам нужно реально напрячь мозги, чтобы пройти все на две звезды. Сюжет на комиксы у игры довольно хороший. И кстати, забавно, но Bad Begis пожалуй единственная игра, у которой до последнего был классический стиль в комиксах. Ну и дополняет все это шикарнейший саундтрек. Который, кстати, недавно разлетелся из-за мемов. В общем, также заслужено первое место. И давайте просто дружно надеяться, что сиквел нас не разочарует. Вот и подошла к концу моя диалогия топов по Angry Birds. За более чем 10 лет Ровио упустило множество игр, как хороших, так и плохих. Несмотря на свои многие проблемы, для меня эта франшиза остается любимой по сей день. И сейчас, по сути, Ровио живут новой жизнью. Мы уже увидели две, как по мне, хорошие игры. Новые мультсериалы, старый подход и кучу всего анонсированного. Так что я думаю, подобной третьей части будет. Но не скоро, так как хочется подождать побольше заявления от самих Ровио. Ну а на этом все. Ставьте лайки, если вам понравился ролик. Подпишитесь на канал и продолжайте верить в Angry Birds. Редактор субтитров А.Семкин